Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Сегодня в программе... Календарь удачи или как сделать счастливым каждый день. В рубрике «Книжная полка» знакомство с книгой Адама Джексона «10 секретов любви, богатства, счастья и здоровья». На вопросы телезрительской почты сегодня ответит врач-психотерапевт Михаил Глянцев. В рубрике «Рецепты счастья» короткие рецепты и советы на все случаи жизни. Наши предки хорошо знали о том, что каждым днем жизни человека заведуют космические стихии и строили свою жизнь в соответствии с этими законами. Отсюда и многочисленные поговорки и поверья. В понедельник день тяжелый, в понедельник в среду и пяток, то есть в пятницу, никакого дела не начинай и многие другие. И современные астропсихологи считают, если знать и правильно использовать эти стихии, то любой день недели может принести человеку радость и удачу. О том, как этого достичь, мы и поговорим сегодня. У нас в гостях известный астролог и психолог Елена Мазова. Мазова Елена. Известный астролог, психолог, писатель, автор энергетических картин-талисманов. В 1995 году закончила Московскую Академию Астрологии. В 2005-м Московский государственный заочный профессиональный педагогический колледж по специальности вычислительные машины, комплексы, системы и сети. В настоящее время является студенткой факультета психологии Московского гуманитарного университета. Занимается исследованиями в области прикладной и философской астрологии. С 1998 года создает необычные картины-талисманы. Член Международного художественного фонда. Автор более десятка книг и около 200 статей по прикладной астрологии, помогающих человеку жить более комфортно и интересно, и самому управлять своей судьбой. Лена, можно вспомнить песню, всем хорошо известную, об острове невезение и его жителях, у которых и крокодил не ловился, и кокос не рос, и только потому, что родились они в понедельник, да и вообще-то, по-моему, дней недели у них даже и не было. К сожалению, в нашей жизни тоже встречаются нередко случаи, когда нам не везет в какой-то день недели. Почему это происходит? То есть каким образом космические силы могут влиять на дни недели и на нашу жизнь? Да, существует древняя система связи дней недели с планетами. Ну, когда-то астрологам были известны только семь планет, и было семь дней недели. И они распределили семь планет по семи дням недели. И хотя потом уже современные астрономы обнаруживали новые планеты, все равно оказывается, что вот те семь планет влияют на вот эти дни недели и проводят через эти дни свою энергию. То есть если мы будем знать, как энергиями пользоваться, то в каждой из дней недели мы вполне можем быть счастливыми, удачливыми, везучими. Лена, а какая планета каким днем заведует? Ну, например, воскресеньем заведует планета счастья и радости Солнца. Понедельником управляет эмоциональная Луна. Вторником – агрессивный Марс. Средой – легкомысленный Меркурий. Четвергом – планета расширения Юпитер. Пятницей управляет красавица Венера. А субботой – строгий Сатурн. Существуют ли тяжелые и легкие дни для человека? И для всех ли людей эти дни одинаковые? Или все-таки у каждого должны быть свои легкие и тяжелые дни? Ну, хотя у каждого есть и свои, и счастливые дни, и дни испытаний, но для всех, для всего человечества, наверное, самым тяжелым днем должен быть суббота. Потому что управляет этим днем Сатурн, а это планета испытаний. Ваши любимые и нелюбимые дни недели. И почему? Ну, наверное, выходные, как у всех любимые, да. Это время, возможность провести в кругу семьи с детьми. А нелюбимые – понедельник. Тяжелый день. Ну, понедельник. Мало движения. Я очень люблю его. И так, что без проблем ездишь. Какой нелюбимый день? Это четверг. Почему? Пробок очень много. По-моему, все хорошие. Все недели хорошие. Выбирай любую. Какой любимый твой день, скажи. Мой любимый день – мой день рождения. А почему? Потому что мне нравится день рождения. А чем он тебе нравится? Потому что там праздники и всякие люди в платье одевают. Пятница – любимый день. И суббота. Потому что выходные заканчиваются неделя. А нелюбимые? Нелюбимые – вторник. Четверг. Почему? Ну, тяжелыми почему-то оказывается. Мне дни все нравятся. Я оптимистка. И для меня все приносит радость. Лена, а что такое наш день рождения вообще? И как этот день влияет на нашу жизнь? Ну, тот день недели, в который человек родился, изначально, он через планету управителя этого дня оказывает влияние на всю жизнь человека. То есть планета управитель дня недели, в которой человек родился, создает фон всей жизни. Если человек родился в понедельник, это приговор? Ну, приговор в том смысле, что человек будет всю свою жизнь эмоциональным, эмоционально уязвимым. Вот еще у него могут быть проблемы с желудком. Ну, по крайней мере, желудок у него чувствительный будет очень. То есть это не значит, что жизнь этого человека будет тяжелой, как принято считать, в понедельник? Ну, как принято считать, наверное, нет. Нет. Ну, по крайней мере, уж точно он характером будет отличаться от человека, родившегося во вторник. Просто понедельник сделает человека более эмоциональным. Вот и все. Нужно ли человеку вообще знать вот эти характеристики каждого дня недели? И для чего? Ну, лучше знать, чтобы узнать, где соломку подстелить. Потому что, например, тот, кто родился в понедельник, он может быть эмоциональным, нервным всю свою жизнь. Но если его в детстве научат рисовать, петь, то ему будет легче справляться со своими эмоциями, ему будет легче жить. То есть это некая грамотность, которая позволит человеку лучше планировать свою жизнь и больше знать о себе. Да, лучше использовать тот потенциал, который у него есть. Не страдать от этих энергий, а использовать их. Что необходимо знать каждому человеку о своем дне рождения, чтобы правильно планировать свою жизнь и чтобы жизнь была удачной и счастливой? В каждый год наш день рождения приходится на разные дни недели. И вот нужно помнить этот день недели и знать, какая планета этим днем управляет, чтобы использовать в течение года, ну, грамотно использовать энергии этой планеты. То есть надо знать некоторые правила? Да, нужно знать характеристики планет, управляющих днями недели. Мы продолжим разговор об этом через несколько минут. А сейчас в эфире рубрика «Книжная полка», где нас ожидает знакомство с книгами, полезными для жизни. Вы знаете, как приятно держать в руках книгу, которая только в нашей стране переиздается более десяти лет. Правда, раньше это были четыре небольшие книжечки, которые в этом году превратились в большую солидную книгу под одной обложкой. Адам Джексон «Десять секретов любви, богатства, счастья и здоровья». Много лет в нашем читательском клубе люди не переставали интересоваться книгами Адама Джексона. Прочтите теперь и вы эту книгу, и я уверена, что ни одна из ее четырех составляющих не разочарует вас. Все герои этой книги – реальные живые люди, за исключением старого китайца, являющегося обобщенным образом многих мудрых мужчин и женщин, встречавшихся автору на его жизненном пути. Мы все без исключения хотим быть богатыми, счастливыми, здоровыми. Но почему же многие из нас выбирают жизнь без денег, без богатства, без любви? Именно выбирают. Как считает автор, вся наша жизнь – это результат нашего выбора. Нельзя получить богатство и здоровье, надеясь на то, что кто-то поможет тебе в этом. Мы получаем от жизни лишь то, что способны отдать. Любить – это самое естественное состояние для человека. Любить себя, любить других, любить жизнь, каким бы ни были обстоятельства, каким бы ни было положение. У каждого из нас способность любить и быть любимым, наслаждаться истинной любовью, наслаждаться богатством, счастьем и здоровьем. У нас есть эти способности. Нужно только знать секреты. Десять секретов, десять принципов, известных мудрецам тысячи лет. С их помощью можно создать изобилие любви, изобилие счастья, изобилие богатства и здоровья. Надо только прочитать и узнать эти десять секретов. Но есть еще и один, последний, одиннадцатый. Мало просто прочитать и узнать. Нужно сделать это. Читайте, дерзайте. И успехов вам на пути самосовершенствования. И до новых встреч на нашей книжной полке читательского клуба «Помоги себе сам». Продолжаем разговор. Что мы должны знать о своем дне рождения? Какие правила здесь существуют? Самое главное – относиться к своему дню рождения как к священному дню. Потому что в этот день нам дается программа на год. В этот день к нам поступает и энергия, которая позволит нам реализовывать нашу программу в течение года. Как правило, за месяц до дня рождения у многих бывает упадок сил. Люди нервничают, раздражаются, ссорятся с близкими. Это, в общем-то, нормально. То есть близко к дню рождения, за месяц до дня рождения уже у человека кончается энергия, которая ему была дана в предыдущий день рождения. Поэтому очень важно пережить этот месяц спокойно, лучше всего уйти в отпуск. Ну, можно и поменьше есть, чтобы не нагружать организм, побольше спать, чаще быть одному. А дальше, уже в день рождения, будет как раз происходить эта замена. То есть все, старые энергии кончились, человек получит новые. И совершенно необходимо этот день провести уединенно, что мы как раз и не делаем. Да, конечно. У нас обычно застолье, праздник. Мы готовимся к этому дню. Да. Так вот, чтобы человек воспринял новую энергию, ему лучше быть одному. Ну, лучше всего, конечно, на природе где-то уединиться. Но если у него будут застолья и гости, то просто ему будет сложнее эту энергию нового года воспринять. У него будет больше болезней в течение года. Ну, а дальше, после дня рождения, нужно следить за тем, что происходит в каждой из дней. Потому что каждый день после дня рождения соответствует месяцам года. А сколько этих дней должно быть? Ну, так вот, первый день, то есть сам день рождения, он соответствует первому месяцу после дня рождения. Вот, и то, что происходит с человеком в его день рождения, будет происходить с ним целый месяц. Вот, ну, конечно, не всегда буквально. То есть у человека может быть просто настроение какое-нибудь там хорошее или плохое, и в течение месяца будут происходить события, которые будут вызывать вот такое же настроение. Вот, и желательно именно первые 12 дней после дня рождения провести, ну, по возможности счастливо. То есть заниматься тем, что нравится, вот, и тогда удастся и в течение всего года до следующего дня рождения тоже прожить счастливо. В какой день вы родились, и как вы считаете, ваш день рождения как-то влияет на вашу жизнь? Ой, по-моему, в пятницу. Это тоже неплохой, кстати, день. Я несложный человек, скажем так. Я нормальный человек для общения. Но, наверное, пятница, поэтому так. Я не знаю, в какой день я родилась, и что влияет? Понедельник. Как вы считаете, как этот день влияет на вашу жизнь? Вы знаете, он очень позитивен. Все, что я начинаю делать в понедельник, какие бы дела ни были, все удачно. Я считаю, что он влияет на мою жизнь. В принципе, и те дни не вредят мне, но этот особенный. Я как что-нибудь, вот, гимнастику тебе-то решила заниматься, чтобы похудеть. И вот я начала с понедельника. Вот пошла, уже две недели делаю. Скорее всего, я в среду родилась. Среда, по-моему, это для меня самый хороший день. Средина недели, вроде от воскресенья отошла. И до воскресенья вроде еще половина недели. Самый хороший. Моя жизнь похожа на среду. Если день рождения пришелся на воскресенье, то можно сразу же улыбнуться, потому что впереди у нас счастливый год. Даже если вы 10 месяцев этого года будете за что-нибудь грустить, то потом вам дадут такое большое счастье, что оно компенсирует все эти неприятности. Год, начавшийся в воскресенье, это год счастья, радости, творческой реализации. В этот год может прийти большая любовь, ну, еще может родиться ребенок. Вот. Если день рождения пришелся на понедельник, то совсем другая энергетика. Луна такая пассивная, эмоциональная. Поэтому, скорее всего, весь год человек будет немножко грустный, задумчивый. Ну, он может быть эмоционально уязвимым. То есть ему лучше избегать контактов с теми, кто его критикует, ругает, осуждает. Вот. Очень благоприятно в такой год заниматься благоустройством дома, потому что, как бы, на эту тему у человека интуиция обостряется. Целый год делать ремонт. Такое можно себе позволить? Ну, человек может 10 месяцев думать об этом, а за 2 месяца его сделать. Да, тоже выход, правильно. Если день рождения пришелся на вторник, то до следующего дня рождения, то есть в течение года, человек сможет переделать очень много дел. Я называю этот год годом быстрых результатов. Вот, как правило, даже самые ленивые делаются очень активными, инициативными, они хватаются за любую работу. Вот они там по полночи не спят, они, в общем, такие все с ума сходят от своей активности, еще и всех вокруг заводят. Ну, как правило, в год Марса человек успевает сделать больше, чем он планировал. Уж, по крайней мере, планировать на такой год можно много, и вы перевыполните план. Но есть одна опасность в такой год. Если человек не имеет целей, тогда его приберут к рукам те, у кого есть цели. То есть его будут использовать для реализации чужих планов. Поэтому очень важно именно начать такой год с четкого плана, чем ты собираешься заниматься. А что происходит в среду? Ну, это будет год перемен. Человек в такой год чувствует себя легко, потому что Меркурий, управляющий средой, это планета легкости. И, как правило, в такой год появляется много новых товарищей, друзей, приятелей, и бывают легкие деньги. Если день рождения пришелся на четверг, то удастся расширить сферу деятельности, расширить круг интересов, обзавестись, может быть, даже спонсором-покровителем. Если день рождения пришелся на пятницу, то женщинам нужно быть очень внимательными к своему весу, потому что часто происходит увеличение массы тела. Но в этот год удается удовлетворить свои желания, потребности, то есть, в общем-то, вполне такой счастливый, приятный год. Сложный год бывает, когда день рождения пришелся на субботу. Это может быть год испытаний. В такой год бывает много работы, есть возможность подняться по служебной лестнице. Ну что ж, все очень интересно, и все очень понятно и доступно. Это с днем рождения. Но, к сожалению, день рождения он только раз в году. Лена, а как быть просто с днями недели, те дни, которые мы проживаем, день за днем? Есть ли здесь какие-то правила? Правила примерно те же самые. То есть нужно соответствовать характеру планеты, управителя каждого из дней недели. Мы продолжим разговор об этом через несколько минут. А сейчас настало время ответов на вопросы. На письма телезрителей сегодня отвечает директор Московского медицинского центра «Помоги себе сам» врач-психотерапевт Михаил Глянцев. Здравствуйте, уважаемые зрители. Из многочисленных вопросов, которые приходят в наш адрес, сегодня я отвечу на следующий. Подскажите, пожалуйста, что делать, если все время я переживаю, испытываю чувство неудовлетворенности после депрессии? Я очень раздражительно и вспыльчиваю. Мне все время кажется, что я не смогу сложить свою жизнь с каким-нибудь мужчиной, потому что я хуже других. Связано ли это с депрессией? И как можно избавиться от этого состояния? Это может быть связано с депрессией. Но, судя по всему, ваша депрессия возникла у вас на общем фоне вашей личности. Очевидно, вы такой человек, который очень требовательно к себе относится. И который предпочитает себя критиковать и очень редко думает о себе позитивно. Конечно, настоящую помощь вы получите, если обратитесь к достойному психологу или психотерапевту. Но я вам могу посоветовать побольше и получше себя позитивно оценивать. Часто это бывает как снежный ком. Вы катите с горы маленький комочек снега, а у подножия горы это уже огромный снежный шар. Так и с отрицательным и положительным по отношению к себе. И когда вы начнете позитивно к себе относиться, больше себя хвалить, больше замечать в себе хорошего, а не негативного, постепенно вы можете к этому привыкнуть. И ваша жизнь значительно улучшится. Я желаю вам успехов. Продолжаем разговор. Что необходимо нам знать о каждом день недели? Как правильно себя вести в каждый день недели, чтобы привлечь в свою жизнь счастье, удачу? Ну, например, понедельник – это день Луны. Луна – планета эмоций. И поэтому получить что-либо желаемое в этот день легче, воздействуя на людей эмоционально. То есть нужно выдавить слезу. Тогда вам дадут то, чего вы просите. Во вторник, которым управляет Марс, а Марс – планета скорости, нужно все делать быстро. Вас будут любить и уважать, и будут вам помогать, если вы проявите себя как человека, способного быстро действовать. Так как средой управляет Меркурий, а Меркурий – планета легкости, то в среду нужно больше улыбаться, шутить, рассказывать анекдоты. Ну, можно еще одеться в одежду молодежного стиля. И в этом случае вам будет проще тоже от людей получить то, что вы от них ждете. Ну, и самочувствие будет лучше. Четвергом управляет Юпитер. Это планета расширения. Планета больших планов, больших надежд. Вот поэтому в такой день нельзя мелочиться. Нужно все, как бы, действовать нужно по-крупному. Нужно не просить 100 рублей, а просить сразу миллион. Пятницей управляет Венера. Это планета красоты, планета удовольствий. Вот поэтому в такой день нужно показать, что вы умеете доставлять другим удовольствие. И нужно стараться хорошо выглядеть. В субботу управляет Сатурн. Это очень такая планета строгая. Поэтому в субботу лучше одеваться строго в классическую одежду и, как бы, действовать по плану. Тут не нужны уже эмоции, тут не нужно спешить. Вот и, в общем-то, грандиозных планов никаких выстраивать не надо. Надо просто выполнять свои обязанности. И тогда все будет нормально. Воскресеньем управляет Солнце. Это планета радости и счастья. Поэтому, если в такой день вы будете говорить кому-то о своих проблемах, вы не получите желаемого. Вам нужно признаваться всем в любви, говорить, что у вас все хорошо. Тогда у вас действительно все так и будет. На какой бы день недели вы бы хотели, чтобы ваш каждый день был похож? Почему? На субботу, чтобы был похож каждый день. Потому что не надо работать. Понедельник, наверное, для меня. Потому что я родилась в этот день. На 1 мая. И на день победы. Даже я не знаю. Ну, говорят, среда – это маленькая суббота. Это ровно середина недели, когда вроде жизнь в разгаре, но уже пора немножко отдохнуть. Наверное, на дни рождения, на праздники. Ну, когда подарки, когда много хороших слов говорят. Я хочу, чтобы вся моя жизнь, она была... Знаете, чтобы я просто могла вообще не считать дни недели, какие могли бы быть, а просто, знаете, жить так, получать удовольствие от каждого дня, без относить на того, какой это будет день недели. Если говорить о планах и о том, как их лучше выстраивать в соответствии с днем недели, то какие бы дела Вы посоветовали делать в какой день? Ну, встречаться с любимым человеком лучше всего в воскресенье. И также в этот день лучше покупать нарядную одежду, драгоценности, антиквариат, дорогие машины. В понедельник лучше заниматься домашними делами. Вообще, лучше в этот день больше времени проводить с родственниками. Этот день хорош для приобретения комнатных растений, для такой генеральной уборки дома, для того, чтобы продумать ремонт, благоустройство дома, для того, чтобы навестить родственников. В среду лучше встречаться с друзьями, приятелями. В такой день можно открывать счет в банке, если этот счет будет не на долгий срок. Также в среду хорошо начинать обучение, например, езде на автомобиле. Во вторник можно заниматься тем, что удастся сделать быстро. И самостоятельно. То есть нужно намечать на такой день дела, которые вам выполнить легко. Вот еще во вторник, например, можно встречаться с мужчинами. То есть запланировать встречи какие-то деловые с мужчинами. Дела, связанные, например, с сугубо какими-то личными радостями, удовольствиями, с творческими делами, лучше планировать на пятницу. Самые серьезные профессиональные дела лучше планировать на четверг. А в субботу, например, хорошо голодать, поститься, очищать организм, начинать закалку организма и также открывать счет в банке на длительный срок. Ну, то есть для приобретения какой-то дорогой очень вещи. Лена, а есть ли счастливые дни для каждого человека, для каждого характера или знака зодиака? Тот день недели, в который человек родился, он всю его жизнь счастливый. По крайней мере, может быть, там и не будет много радостей, но это день особенный. То есть если человек родился, скажем, в субботу, то каждую субботу в его жизни что-то может происходить так очень важное и судьбоносное. И надо быть очень внимательным к этому дню. Да, и плюс еще тот день недели, на который пришелся очередной день рождения, этот как бы день счастливый в течение года. И счастливый, и особенный. Ну, можно еще сказать так, что по знакам зодиака тоже могут быть счастливые дни. Ну, например, Меркурий управляет близнецами и девой. Поэтому для близнецов и дев каждая среда особенный или счастливый день. Спасибо большое, Елена. Очень интересно, очень несложные и достаточно применимые правила для жизни. В заключении нашей программы ваше пожелание нашим телезрителям. Будьте счастливы в каждой из дней недели. Спасибо еще раз. Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. И в заключении передачи рубрика «Рецепты счастья». Сегодня свой рецепт нам выпишет психолог и писательница Ангелина Могилевская. В жизни происходят разные ситуации. И бывает так, что мы опаздываем куда-то. Ну, вот, например, на работу. И это может нас привести в стрессовое состояние. Что делать, когда мы торопимся, бежим, но не успеваем? Но в первую очередь не надо впадать в панику. Нужно говорить себе все время, твердить, твердить, твердить. Я всегда и везде появляюсь вовремя. Я всегда и везде появляюсь вовремя. И вдруг вы прибегаете на работу, запыхавшись, опоздав, и видите, как ваш начальник стоит и начинает на вас кричать. Но в этом случае я даю вам такой рецепт. Пожалуйста, не оправдывайтесь, не огрызайтесь, ничего не говорите. Станьте спиной к чему-то твердому, например, к стене. Дайте ему выговориться, дайте ему сказать все, что он думает о вас. И только после этого спокойно скажите «Простите меня». Но эта фраза «Я всегда и везде появляюсь вовремя» поможет вам приходить именно в то время. Самым удивительным образом вам время будет помогать. Вы придете вовремя именно туда, куда вам нужно. Есть еще один рецепт. Встаньте немножко пораньше, соберитесь побыстрее, выйдите пораньше из дома и спокойно отправляйтесь на работу. И даже если вы попадете в пробку, это будет исключительный случай. И вас никто тогда не будет ругать. Но и при этом точно так же не впадайте в панику. Продолжайте твердить «Я всегда и везде появляюсь вовремя». И само время начнет помогать вам. Будьте спокойны, не впадайте, еще раз говорю, в панику. И делайте глубокий вдох как можно чаще. Еще желаю носить с собой бутылочку воды и пить как можно больше воды. Это тоже поможет вам не впадать в стрессовое состояние. Желаю удачи. Наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Помните, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет нить Ариадны, надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы. Спасибо.